Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшнее видео можно заглавить как новости судебные и юридические. Судебные новости заключаются в следующем, что сегодня вынесли приговоры по двум резонансным делам, которые бодоражили канадское общество последние месяцы и годы. Значит, первое связано с массовым убийством. Я про него говорил в прошлом видео. Такой был мальчик, так и есть мальчик Дегруф, сын крупного полицейского Чина. И вот, значит, он во время одной из вечеринки зарезал ножом пять своих сверстников. И, соответственно, никаких алкогольных у него, там, не знаю, там, наркотических веществ в организме выявлено не было. И однозначно, что у человека там какое-то помешательство было, потому что он там про каких-то вампиров говорил, что он там должен с кем-то там бороться, что-то там должен уничтожить там и так далее. То есть, что-то у него случилось в голове. И вот провели экспертизу, ввели всякие разные слушания и так далее. И в конце концов признали его невменяемым. И сказали, что он должен учиться в больнице, и каждый год он должен проходить медицинское обследование. Соответственно, без решения врача он не должен там делать какие-то его движения, не должен там куда-то ездить, передвигаться там и так далее. То есть, вот, с одной стороны, вроде как оправдали, а с другой стороны, его жизнь превращается в какую-то череду медосмотров и лечений. Ну, конечно, родственники тех людей, чьи дети, там, родственники и так далее, были убиты, они не в восторге от этого приговора. Ну, собственно, они говорят, что, типа, раз суд принял такое решение, значит, надо с этим смириться. Второе решение, не такое однозначное, на самом деле, второе дело, точнее. Дело, связанное с констеблем Фарло, по-моему, как это называлось, что-то такое. Это полицейский, который пристрелил 17-летнего, кажется, подростка, араба, в Торонто. Значит, дело было, по-моему, полтора года назад. Вечером в автобусе парень достает нож, начинает размахивать, угрожать. Народ тут же быстро сматывается, приезжает полиция. Когда полиция приказывает, точнее, полицейский, фарелл или фарвелл, он приказывает бросить оружие, подросток посылает его нафиг и продолжает размахивать оружием, тогда этот полицейский делает несколько выстрелов в этого человека, в этого подростка, а потом еще несколько выстрелов, и, короче говоря, его убивает. И вот на основании того, чтобы он превысил допустимые меры пресс-покрывы самообороны, да, и своих полномочий, его признают виновным и выносят сегодня приговор о том, что он должен отбывать 10 лет в тюрьме. На мой взгляд, приговор излишне жестокий, кровожадный. Однозначно это уступка общественному мнению, потому что в Торонто по этому поводу были, значит, демонстрации, что типа вот, полицейский беспредел, полицейский убивает всех направо и налево, как это все плохо. На самом деле, полицейский выполнял свою работу, вот мое личное мнение. Подросток реально был невменяемый, в том плане, что, скорее всего, он там обкурен или еще что-то, ибо известно, что он был однозначно из неблагополучной семьи, в плане того, что он был предоставлен сам себе, и у него вроде как была какая-то криминальная запись уже, то есть шел по наклону, но не дошел. То есть он не был добропорядочным там подростком, который законопослушный, а он был там уже где-то в чем-то криминальном замешан. И полицейский просто выполнял свою работу. Возможно, он перестарался в плане того, что слишком много пуль всадил в этого подростка, но 10 лет однозначно этого не заслуживается, да, 10 лет за это получать не надо было, давать не надо было, потому что человек был при исполнении, что говорится. Ну, как бы то ни было. Закон принят, точнее, закон о решении суда принято, возможно, там будет какая-то апелляция или еще что-то, не знаю. Вероятно, если будут какие-то делать движения в этом направлении, то нас об этом обязательно известят, и я, соответственно, извещу вас. Ну и последняя юридическая новость – это то, что сегодня министр иммиграции разместил пресс-релиз о том, что принимается сегодня на рассмотрение положено, выложено, представлен законопроект о внесении изменений тех, которые в прошлом году, точнее, в позапрошлом уже году вносил Харпер и консерваторы, связанные с ужесточением, усилением, да, закона о гражданстве. То есть тот самый закон, который говорил о том, что вы должны теперь прожить 4 года из 6 в стране, находиться в стране не менее 183 дней, закон, который предусматривал возможность изъятия по решению министра иммиграции гражданства у людей, у которых военное гражданство, или те, которые имеют право на получение второго гражданства. То есть, грубо говоря, все иммигранты и их дети до третьего поколения включительно как бы попадают под этот самый закон, в случае чего у них могли отнять гражданство. В общем, это был пункт, на котором строил свою предвыборную кампанию господин Трюдо, и он говорил о том, что нельзя делить канадцев на граждан первой и второй категории. Гражданин Канады, он должен быть всегда гражданином Канады, и, соответственно, нельзя нивелировать ценность получения канадского гражданства. И в рамках вот этого обещания вносятся эти самые поправки, которые отменяют все то, что наворотил господин Харпер в этом самом Билле два года назад. Там единственное, что у них остаются модификации, связанные с восстановлением гражданства для тех, которые родились у канадцев за границей, те, которые родились там до семи с какого-то года и так далее. Но это, в частности, небольшие, большинство канадцев это никак не касается. А вот связанные вещи, статьи, законы, связанные с сроком оседлости перед подачей, время пребывания в стране. Опять же, этот закон говорил о том, что люди, которые живут, точнее, которые получают гражданство в Канаде, и если не хотят уезжать из Канады, они попадают в группу риска, у них могут гражданство тоже отнять. То есть, грубо говоря, этот закон, который Харпер предлагал и принял, он подразумевал, что с определенного момента все те, кто нейтрализовался и стал канадцем, обязаны пожизненно будут проживать в Канаде, без возможности переехать в другую страну. То есть, ездить вы можете, как туристы, но все равно большую часть года вы обязаны проживать на территории Канады. Вот все эти истории теперь отменяются, и министр сказал, что новые поправки будут принесены, внесены в закон о гражданстве Канады до июня шестнадцатого года. Так что, в этом плане, либераловы обязательства исполняют. А я с вами прощаюсь, всем хорошего дня, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»